Тысячи туристов приезжают в Италию не только ради пляжного отдыха и шопинга, но и чтобы познакомиться с историческими достопримечательностями одной из древнейших стран Европы. Особенно привлекательны в этом плане курорты Италии на Адриатическом побережье. Это огромная площадь, состоящая из множества курортных городов и деревень, растянувшаяся вдоль всей восточной части Италии. Погода здесь благоволит отдыхать практически полгода, с мая по октябрь длится летний сезон. Летняя температура в среднем плюс 2729 градусов Цельсия. Температура воды в это время не ниже плюс 26. Зимой не бывает холоднее плюс 12. Большая часть пляжей этой территории отмечена «голубыми флагами». Условно все побережье можно поделить на четыре зоны – Адриатическую ривьеру, Эмилия Романия и Марки, Венецианскую ривьеру, курорты Лидо, Диезола и Линьяна, Абруцца, Апулию. Курорты на побережье Мраморного моря в Турции. Эта часть Адриатического побережья представлена двумя основными курортными зонами – это Эмилия Романия и Марки, общая площадь которых составляет порядка 300 квадратных км. Около 600 пляжей, 300 отелей разного уровня сервиса, а также около тысячи маленьких и не очень кофейн, ресторанов и баров. Помимо этого, масса интересных достопримечательностей разных времен – все это Адриатическая ривьера. Среди лучших курортов следует назвать несколько, которые перечислены ниже. Курорт Ремини. Этот молодежный современный курорт Италии на Адриатическом море включает в себя 364 пляжа, два пятизвездочных отеля и более 500 отелей и гостиниц меньше «звездности». Ремини – удачное место для отдыха, так как добраться отсюда в главные города Италии одинаково просто, до Рима – 350 км, до Вероны – 250 км, до Флоренции – 220 км, до Венеции – 210 км. На пляжах Ремини предлагают заняться не только водными видами спорта – дайвингом, венчорфингом и т. д. но и заняться латиноамериканскими танцами или поиграть в пляжный волейбол. Достопримечательности Ремини – знаменитая река Рубикон, пятиарочный мост Тиберия, часовня Святого Антония. Корабль Феллини – парк «Италия в миниатюре», древний амфитеатр, площадь Тре-Мортири, храм Малатиста. Речони – знаменитый курорт Адриатической ривьеры. Его по праву называют «неспящим». Здесь любят отдыхать «золотая молодежь» со всей Европы. Сюда же на гастроли приезжают самые популярные звезды эстрады, а на пляжах по ночам становится еще многолюдней из-за всевозможных тематических пляжных вечеринок. Речони – отличное место для шопинга, есть целые прогулочные проспекты, по которым местные туристы любят совершать вечерний променад, прикупив по пути какую-нибудь брендовую вещицу. Принять грязевую ванну, и не только это, можно на термальном источнике – Речони Терми. Полезно знать, перемещаться по городу можно на специальном туристическом поезде. Католика – идеальное место для семейного отдыха на Адриатике. Отдых с ребенком здесь станет самым запоминающимся в силу ряда причин. Заходы в море в основном пологие. Очень удобные для детей, курорт защищен горами от сильных ветров. Здесь идеальный чистый воздух благодаря густой растительности, наличие самого интересного парка, посвященным пиратам, Ленави, огромной дельфинарии и множество тематических площадок для детей. Наконец, наличие резорт-отелей. Курорт Гратамари. Именно этот курорт часто называют «пальмовой ривьерой Адриатики». Звездные отели и гостиницы буквально со всех сторон окружены зеленью. Множество парковых аллей, в тени которых можно скрыться от палящего солнца, создают особое настроение. Пляжи оснащены всем необходимым для занятия водными видами спорта. Внимание! На окраине Гратамари есть множество мини-фабрик по пошиву итальянской одежды и обуви, особенно много складов с кожгалантереей. Амальфитанское побережье Италии. Виды отдыха. Общая протяженность Венецианской ривьеры вдоль побережья Адриатического моря – 110 километров. Пляжный отдых здесь можно совмещать со знакомством с гордостью всей Италии, островами Марана и Бурана, озером Гарда, зоопарком, Пунта Верде, развлекательными парками, Гулливерлендия и Гордалэнд. Венеция. Главный город Венецианской ривьеры – неповторимая Венеция. Это город-праздник, город-мечта. В феврале здесь проходит венецианский карнавал, а в сентябре – всемирно известная историческая регата. Незабываемыми для любого туриста станут экскурсии по водным артериям Венеции с посещением исторических мест. Островной курорт Лидо-Диезола. Этот относительно молодой курортный город, расположенный на острове в 35 километрах от Венеции. Береговая линия его растянулась на 15 километров, большая часть которых – хорошо оснащенные пляжи с белым и желтым песком. Курорт Линьяна. Этот курорт стоит включить в список возможных для отдыха семьям с детьми. Расположенный в 50 километрах от Венеции этот курорт имеет в своем активе 8 километров песчаной полосы, множество оздоровительных и детских комплексов и пансионатов, главный из которых – Адриатика. Плюсом, в пользу семейного отдыха служит и уникальная экосистема, сложившаяся благодаря большому количеству хвойных насаждений и отсутствия вблизи курорта автомагистралей. Полезно знать, здесь расположен термальный источник – Бибиони, с фтористо-натриевыми минеральными водами. Это один из самых густонаселенных регионов центральной части Италии, который состоит из 40 заповедников, в их числе – Национальный парк Абруцца. Здесь великолепно развит экотуризм, однако и любителям старины будут интересны туры с посещением средневековых замков и храмов эпохи Ренессанса. Лаквила. Термальные курорты Италии и высокогорный курорт, который зимой манит тысячи туристов, лыжников и сноубордистов, а летом – любителей спокойного экотуризма. Летом Лаквила буквально утопает в зелени, а температура воздуха колеблется на отметке плюс 2022 градусов. Среди популярных мест Лаквилы стоит отметить грандиозное сооружение – фонтан, 99 струй, а также церковь Сан-Вита, 13 в. и дворец XVIII века. Полезно знать, каждый год в июле в Лаквилу съезжаются сотни любителей джаза, чтобы насладиться бессонной ночью на международном фестивале «Ночь джаза». Пискара. Еще один курортный город региона Абруца. Протяженность береговой линии – 16 километров. Побережье далеко не везде из песка, чаще встречаются галечные и каменистые пляжи. Пискара расположена в 120 километрах от Рима. Туристам интересны будут такие достопримечательности, как античные и средневековые храмы, среди которых знаменитый храм апостола Андрея, удивительной красоты пешеходный мост Понте-дель-Маре, дворец Палаццо-дель-Гаверна. Полезно знать. В сентябре здесь проводится красочный фестиваль, посвященный рыбакам. Апулия – пятка итальянского сапога, на карте Италии, так называют этот самый восточный уголок итальянцы. Эта курортная зона удовлетворит вкусы самых искушенных путешественников. Многочисленные исторические памятники архитектуры прекрасно сочетаются с современными новостройками. Андрея – город в северной части Апулии привлекает своей пышной растительностью. Здесь много оливковых и миндальных плантаций. Гордостью Андреи являются винодельни, построенные при Фридрихе II в XIII веке. Здесь же находится его замок Костель-дель-Монте. Бари – тысячи паломников со всего мира едут в этот городок, чтобы поклониться святым мощам святителя Николая Чудотворца. Они находятся в базилике города. Бари является одним из крупных портов Апулеи. Альберобелло. Альберобелло – один из немногих городов мира, находящийся под защитой ЮНЕСКО благодаря своей уникальной архитектуре. Каменные белые стены домов венчают серые трули, острые конические крыши. В Италии есть платные и бесплатные пляжи. Цены на платные варьируются от 5 евро до 15 евро звездочка с человека. В стоимость входит душ, лежак, зонтик, гарантия сохранности вещей. В каждом курортном городе Адриатического побережья Италии имеется множество пляжей с высоким уровнем обслуживания. Курорты Адриатического моря в Италии предлагают отдыхающим широкий спектр услуг. Здесь каждый найдет занятие по душе. Звездочка цены действительны на сентябрь 2018 года.